Вся информация в виде деталей из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. Имя. Миша Марвин. День рождения. 15 июля 1989 года. Место рождения. Черновцы. Украина. Знак Зодиака. Рак. Миша Марвин родился в живописном городе Черновцы, Украина, где и провел свои детские годы. Был он обычным мальчиком, единственное, что его отличало от большинства сверстников – это искренняя любовь к музыке и желание использовать свои возможности по максимуму. Михаил учился в одной из школ черновцев и уже в то время проявлял себя творческим человеком. После окончания школы в 2006 году он переехал в Киев, чтобы там, в столице, проложить себе дорогу в шоу-бизнес. Для реализации своей мечты Михаил решил получить профессиональное образование, а потому поступил в Академию руководящих кадров культуры и искусств, кафедра музыкологии. Еще будучи студентом, Михаил начал писать собственные тексты песен. В те же годы он стал участником мужской поп-группы. Ребята записали несколько песен и даже сняли клип, который обошелся им всего в 350 долларов. Это была композиция суперпесни, и, к слову, хоть сам музыкант стесняется вспоминать об этом периоде творчества, песня даже взяла в ротацию пара музыкальных каналов. Но в скором времени они приняли решение прекратить существование группы. Одновременно с распадом группы Марвина, отчислили с третьего курса Академии, после очередной незданной сессии. Деятельность группы, активные занятия музыкой отнимали у парня, большую часть времени музыкой, и он просто не успевал подготовиться к экзаменам. Первое время он подрабатывал ведущим в караоке-клубе, и трудился над текстами для песен. Миша нравилось вкладывать свои чувства в рифмованные строчки, поэтому тексты получались сильными, эмоциональными. Ничего удивительного, что очень скоро его талант был замечен. В 2013 году Миша написал пару песен вместе с другом, который на следующий же день продал их за тысячу долларов. Этот же друг познакомил Мишу Марвина с Павлом Курьяновым, директором лейбла Black Star Inc., предложившим амбициозному молодому человеку сотрудничество. Для начала Миша Марвин помогал с подготовкой альбома певицы Ханы. Впоследствии песня «Скромным быть не в моде», текст которой был написан именно Михаилом, прочно вошла в репертуар молодой певицы. Далее Марвин и другие члены команды трудились над альбомом Егора, Криды Холостяк. Также Михаил выступил со автором известных хитов Натана, Мота и ряда других исполнителей. К примеру, Миша стал автором песни «Кислород», которую Мот исполнил вместе, группой «Виагра». Такого рода сотрудничество продолжалось два года. В 2015 году Паша предложил Марвину попробовать себя в роли исполнителя. Первой его работой стала песня «Ну что за дела?». Предполагалось, что Миша исполнит композицию вместе с Диджей Кэн, но потом у дуэту захотел присоединиться еще один певец. Им оказался всем известный рэпер Тимати. Несомненно, это было эффектное трио, итогом работы которого слушатели остались довольны. В записи клипа даже поучаствовала Ольга Бузова. Чуть позже Марвин и Диджей Кэн презентовали песню с эпатажным названием «Стерва». В середине лета 2016 года Миша Марвин презентовал первую сольную песню «Ненавижу», на которую был снят и клип весьма высокого качества. За несколько часов после выхода композиция стала лидером поп-чарта iTunes и заняла место в пятерке лидеров всего чарта, успешно конкурируя с дуэтом Крида и Тимати «Где ты?», «Где я?». Клип на песню «Ненавижу» занял шестое место в рейтинге YouTube и всего за сутки набрал более полумиллиона просмотров. Далее последовало сотрудничество с его давним приятелем Мотом, которое завершилось выходом композиции «А может?». Михаил Марвин старается обходить вопросы о личной жизни, хотя папарацци настойчиво пытаются выведать информацию именно по этой теме. К примеру, журналисты обратили внимание на песню «Стерва», ведь такие тексты не пишутся без душевных травм. Миша пришлось сознаться, что, да, одна девушка разбила ему сердце. Парень вспоминал об этом событии следующим образом «Тогда я жил в Киеве, работал в караоке, и сами понимаете, какая у меня была зарплата. Я познакомился с девушкой, которая жила во Владивостоке, была из обеспеченной семьи. У нас вспыхнули чувства, она переехала жить ко мне, но спустя месяц поняла, что ей некомфортно с бедным парнем. Миша неоднократно заявлял, что у него нет девушки, что его заботит лишь музыка и профессиональный рост, а потому личная жизнь отходит на второй план. Молодого музыканта даже раздражал повышенный интерес слабого пола к его персоне, ведь когда он был незнаменит, девушки часто игнорировали его. В одном из интервью Марвин описал идеальную, по его мнению, девушку. Не важно, длинные у нее ноги или нет, большая или маленькая грудь. Папа вот должна быть, но не как у Ким Кардашан. Она должна быть нескучной и искренней, вот это точно.